Прямо сейчас об этом и не только с нашим следующим собеседником, а это Марк Фейгин, российский политический деятель, юрист, блогер, полуторамиллионник. Марк Захарыч, приветствую вас, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Марк Захарыч, вот такие цифры приводит медиазона BBC. Украинская вооруженная сила приводит другие цифры, более 38 тысяч. Но тем не менее цифры, которые поступают вот туда, в Российскую Федерацию, цифры, которые попадают не только просто в сознание, а оно должно попадать глубоко в сердце, поскольку это люди, которые пришли воевать, пришли с агрессией в Украину и не вернутся домой. Они останутся в украинской земле, ну и в лучшем случае их тела заберут, и то мы знаем, практика это тоже редкая такая. Это изменит ситуацию внутри самой Российской Федерации? Это изменит отношение к так называемой военной операции, на самом деле кровавой войне, которую развязал Путин? Вот смотрите, на самом деле, я посмотрел эту публикацию, конечно, это лишь подтвержденные потери, то есть, ну, грубо говоря, когда человека привезли домой и похоронили. И это большую работу провело там BBC с медиазоной, они, пользуясь источниками, где-то открытыми, где-то информацией из регионов, они собрали эту информацию, и вот у них получилась цифра больше 4 тысяч. Конечно, эта цифра не учитывает, во-первых, тех, кто продолжает находиться в зоне боевых действий, и кого не привезли, по поводу кого не вышло приказа, кому не пришло уведомление о том, что он погиб родственникам, и таких может быть сколько угодно. Сколько? Ну, он воюет, он там находится в зоне боевых действий, это может быть и 5, и 10, и даже 20 тысяч, такое возможно. Ну, нет, не сообщают и так далее, запрещено там, нет связи, еще что-то, это один момент. Второй момент, ну, есть масса таких, которых просто некому хоронить, просто у них нет родственников, то есть, они просто погибли и погибли, там, из детских домов, еще что-то есть, ну, нет у них никого. Значит, и узнать эту информацию, это же не BBC, Медиазона, они предоставлены не Минобороны, они-то знают точную цифру, да, ну, плюс-минус, но они ее знают. Она просто запрещена к обнародованию, это государственная тайна, которая, соответственно, нормативными актами регулируется. Ну, Минобороны Российской Федерации, сразу, я просто ремаркую, да? 1452 они официально заявляли, это было в марте. Нет, 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 я имею в виду, ну, просто вы назвали Минобороны, я уточнил, что это Минобороны РФ. Конечно, конечно, просто надо понимать, откуда эта цифра, эта цифра путем журналистских расследований, там, работы с регионами, получения могилы, человек пошел, посмотрите, сколько вот лежит свежезахороненных с 24 февраля, кто это, есть звездочки, нет, кто хоронил военкомат, цифры, ну, то есть, это вот то, что они насобирали. Это не то, что они там, инсайдеры в Минобороны РФ, которые им дали эту информацию, поэтому эта цифра точно не полная, 100%. Насколько она соответствует подсчетам Министерства обороны Украины, да, и ВСУ, которые говорят о 38 тысячах, вот тут я судить не берусь, потому что там свои расчеты, там своя информация, там свой сбор данных. Он не обязательно дотошный, но он, кратность его, она очевидна, то есть, я думаю, я все-таки склонен думать, что речь идет уже о нескольких десятках тысяч, но никак не о четырех тысячах. Но это мое личное мнение, я никому не навязываю. Теперь, что касается, каким критичным должны восприниматься эти цифры. Ведь важно здесь не только цифры, но и как довести эту информацию, как она может быть получена потенциальными, в том числе тех, кто еще поедет погибать. Да, в случае их там из резерва заберут, заставят, как-то уговорят или там переместят, или объявят мобилизацию, это тоже хороший вопрос. Вот эту цифру знаем мы с вами, эту цифру любой человек может увидеть, подтвержденных цифр потерь, похороненных, на кого получены соответствующие уведомления о гибели из Министерства обороны Российской Федерации. Это цифры, которые обнародованы публично вот этими СМИ, Медиазона, BBC и так далее. Большая часть из тех потенциальных, кто мог бы оценить это, людей, которые в России, обыватели, они вообще этими источниками не пользуются. Поэтому на самом деле отсюда вывод. Цифры должны быть настолько устрашающими и чудовищными, чтобы вот эти 40, а может быть их будет 50, а может быть 100 тысяч, чтобы, ну вот условно говоря, уже невозможно от этого было отвернуться. Понимаете, когда они настолько будут впечатляющими по отношению к количеству населения в России, там, у мужского в частности, его чуть меньше 50 процентов, но вот в этом случае это может произвести нужное впечатление. Когда станет понятно, что вообще говоря, половозрастных производительных мужчин, да, особей, там, мужского пола старше 18, их кратно сократилось. Их просто в городах стало меньше. Пока, мне кажется, рано об этом говорить. Они все-таки пока еще это все, ощущение, что операции всего-то 5 месяцев. Марк Захарович, о той пропаганде, которая льется с федеральных российских каналов, вот увидел такой интересный спор, такие две позиции. Одна сторона доказывала, что вот отношение россиян к вот так называемой спецоперации, она обусловлена, вот это нечеловеческое оправдание убийства цивильного населения, обстрелы городов и так далее, что это внесено вот этой пропагандой кремлевской, федеральных каналов, Соловьевыми, Поповыми и вот прочими симонянами. А другая сторона доказывала, что наоборот, что Соловьевы и Ижи с ними, это верхушка того айсберга, которая объясняет те чаяния и желания того народа. Вот в какой больше стороне склоняется? А вы знаете как, эти сообщающиеся сосуды, как в физическом опыте, потому что на самом деле здесь, знаете, курица или яйцо. Есть ли что-то внутри глубинного сознания такое, что расположено к подобного рода оправданием насилия, безудержного по отношению к ничем не повинным людям, а ради высокой цели? Конечно, оно всегда было. Находилось ли оно в центре этого сознания? Может, спящим было это ощущение, да? Но оно всегда было, оно никогда не менялось. Мы подобного рода пример увидели и в 20 веке. Вот роль пропаганды, чтобы все низменное, а человек вообще существо, мягко говоря, несовершенное. Бог-то вообще не сильно позаботился над созданием, мог больше потратить вместо семи дней творения-то. Я вам хочу сказать, что их задача была вот эта низменная в русском человеке, в русском сознании, из самых его глубин поднять, скультивировать, рассказать. Ах вы, какие несчастные, это все потому, что рухнул Великий СССР, вас унизили, и вот сейчас мы можем реванш. У нас есть шанс на реванш. И он, конечно, будет и кровавым, и безжалостным, но мы должны... Вы знаете, как сейчас? Норкины, Шморкины вот эти вот, которые, да? Почему это, кстати, все публика либеральная бывшая. Вы знаете, это Норкин в НТВ был, вместе спокойно со своей супругой, помнил там, ой, какой Норкин, да он там такой-сякой, он же как бы либерал. И вот он это, разогнали НТВ. А там мерзавец, не мерзавец, кстати, был. Вот, а они же все сидят и работают все эти... Маркявичи, ой, не Маркявичи. Ну, в общем, вот это вот, которые из НТВ вышли, там один-два только приличных. Остальное это шлак, который продолжает на Путина работать и вообще нормально себя чувствует. Вот. Речь идет о том, что пропаганда полностью ответственна за то, что самое худшее в людях нашло свое выражение. Они простимулировали этот процесс. Они придали ему ту динамику, которая позволила в них исчерпать все человеческое и дать выход всему людоедскому. Вот тут их роль, она неприходящая, понимаете. Геббельсу не снилось, потому что они использовали по полной новые технологии от интернета до интерактива любого, для того, чтобы внушить этим людям от распятого мальчика до, значит, мы тут всех умнее, всех сильнее, мы за своим пришли и так далее. То есть все эти нарративы, они созданы властью, перекорреспондированные через методические этой пропаганды, а пропаганда взывала к этим чувствам и добилась своего. Понимаете, когда мы видим совершенно чудовищные в пабликах заявления о том, что мы правильно эту девочку убили, выросла бы, стала Бандеровкой. Вот такое, да? Это все оттуда же. Вот как я говорил, я считал, за такое надо вешать. Вот у Славева надо повесить. Марк Захарович, ваши фактически, практически ежедневные беседы с Алексеем Арестовичем набирают сотни тысяч просмотров в Ютубе, только онлайн смотрения, там дальше больше миллионов. Скажите, пожалуйста, вот в свежих ваших разговорах, что нас ждет через 2-3 недели? Херсон. Будем говорить о Херсоне. Я думаю, все к этому идет. И это будет центральной темой весь август. Как будет складываться ситуация. Ну, я так думаю, я не знаю, у меня нет особых инсайдов, но, во всяком случае, там будет тема для разговора. Сейчас я так себе представляю, что командование ВСУ и политическое руководство Украины не хочет допустить вообще, в принципе, каких-то действий Москвы по части проведения референдумов, а значит легитимации своей оккупации. Ну, я так думаю, что нас ждет горячий август. Морзок, а о какой легитимизации может идти речь, если все равно это никто не признает? Это совершенно верно. Всегда референдумы? Ну, вы знаете, здесь символическое значение имеет. Конечно, не признает. Но Крым тоже никто не признал. А кто его признал? Оккупированный Крым никто не признал территорию Российской Федерации. Но тут имеет значение, когда такая масштабная, тотальная большая война, имеет значение, ну, вот, неиспровержение планов противника. И мне кажется, что сорвать вот это все, это будет большим масштабным действием, которое приобретет символическое значение, что ничего не вышло. И Киев не взяли, и Херчев не удержали. Так что я думаю, этому будет посвящено очень много. Ну, напомним зрителям, что о возможных псевдоэфферендумах говорят в сентябре, ориентировочно 11 сентября, в день единого голосования. Марк Захарович, о ситуации на карте, изменении карты боевых действий. Что думаете? Много споров на эту тему. Кто-то говорит, что Россия вот в преддверии вот так называемых референдумов может чуть-чуть взять паузу для того, чтобы вот заниматься, условно говоря, и организацией вот этих мероприятий. Кто-то говорит наоборот, ждите обострения ближайшие, простите, в ближайшие месяцы, ближе к осени особенно. Звучит, ну Шойго сейчас заявление делает о том, что вот по всем направлениям мы собираемся. Я думаю, речь идет все-таки о Востоке, потому что на юге нет у них ни возможностей, ни сил, тем более в ожидании того, что будет там происходить. И действительно там как раз силы будут брошены на оборону, чтобы провести эти референдумы. Но никак не на наступление, потому что в условиях наступления вообще как бы ситуация может стать еще более непредсказуемой. Вы кинете какие-то силы на прорыв к Николаеву, а вам в бок ударят. Я думаю, они как раз там ничего делать не будут на юге. Ну, во всяком случае, административная логика, я не военный эксперт, но она такая, что давайте мы там заминируем все, что можно, не дадим взять Херсон с двух сторон, и быстрее-быстрее проведем референдум, которого не будет, конечно, просто объявим это российской территории, уже, ну, конвенциональной. Вот. А там пусть уже будем думать, что дальше. А вот на Востоке Украины, да, я думаю, что они будут атаковать и Бахмут, и Славянск, и Краматорск. Они будут пытаться выйти на границу Донецкой области, закрепить этот успех. Я думаю, что для этого есть предпосылки. Ну, и все основные силы сосредоточены именно там, на этом пятачке. Поэтому, честно говоря, для других регионов, ну, может, Харьков, конечно, страдает, очень сильно его обстреливают, но силы есть только для продвижения на Востоке. Вот юг и части регионов, там, ну, и Запорожское направление, по-моему, для этого возможности нет. Ну, и короткий вопрос. Дмитрий Рогозин уволен из Роскосмоса. Это, на ваш взгляд, а, за что? И, б, кого теперь будет троллить Илон Маск? Да вы знаете, он что был, что не был, по большому счету, он по образованию, знаете, журналист. Он МГУ закончил, факультет журналистов. Из него где Космос и где Рогозин. Так же, как он был вице-премьером по ВПК. У него папа из советских начальников. У него папа в системе ВПК работал. Дядя у него, Георгий Рогозин, был в КГБ генералом. Жена у него, значит, дочь тоже видного офицера СВР. Внешней разведки. Все поэты, все пишут стихи. Вы понимаете? А Олана Рогозин гимн написал Роскосмоса. На сайте у них визит. Сам поет, по-моему. Вроде говорили, что удалили уже его песни. Удалили, да. Но я не слежу настолько за его поэтические... Я заголовок тоже видел. Я тоже не углубляюсь. Не фанат. Богу с ним. Вы понимаете, сейчас на его место ставят этого Игоря Борисова. Он из военных. Вот. Спитой такой человек. Но вы понимаете как? А до этого он его сменил, Рогозина, на посту вице-премьера. Вы смотрите. Они друг за другом ходят. От этих перестановок по горизонтали, по существу по горизонтали, потому что так-то они жулики, они где угодно будут воровать, с чего угодно. Вообще никакой роли не играет вообще. Вот честное слово. Ну, был Рогозин бросит его в администрацию президента. Сделал он когда-то военно-техническую комиссию там взгляд. Ну, опять делают каким-нибудь советником по Новороссии. Придумают для него должность. Ну, честно говоря, вы понимаете, он просто такой был, как бы сказать, остальные они как аппаратчики, такие посерее. Они не стараются лезть куда-то на экран. А этот дурак с инициативой был. Рогозин, он везде лез, он там изображал, активен был в соцсетях. Другие-то они больше про деньги. А этот все хотел как-то самоудовлетворения. Поэтому, на самом деле, о нем такие разговоры. А так, в принципе, как управленец он никакой. Куда бы он ни приходил, он все разваливал. Поэтому, ну, пусть разваливает. Поэтому я, честно говоря, вот не вижу смысла даже как-то оценивать, поскольку, ну, нету критериев таких. Понимаете, если бы он был как Тролев или там, не знаю, Циолковский, что-нибудь такое. Ну, вы тоже сравнили. Ну, да. Нет, ну, я говорю, а это человек без свойств. Знаете, как у Роберта Музеля есть такое произведение. У него вообще никаких свойств. Это очень пустое абсолютно. Как барабан. Вот стихи пишут. Марк Захарович, спасибо вам большое за разговор сегодняшний. Марк Фегин был с нами на связи. Российский политический деятель, юрист, блогер, полуторамиллионник.